Екатерина Андреева родилась 27 ноября 1961 года. В городе Москва, Россия ее отец работал заместителем председателя Гаснаба Советского Союза. Мать была домохозяйкой и воспитывала двух дочерей, у Екатерины есть младшая сестра Света. В первом классе школы Катя оказалась самой маленькой среди остальных детей и получила прозвище Цыпленок. Став постарше, вытянулась, начала заниматься баскетболом, даже попала в школу Олимпийского резерва. Жизнь Екатерины Андреевой должна была сложиться иначе, ведь она хотела стать историком, юристом или актрисой. Однако в итоге выбрала телевидение. Сначала девушка поступила в юридический вуз, но уже на втором курсе осознала, что такая профессия ей не по душе, и перевелась на исторический факультет. Андреева интересовалась прошедшими эпохами, поэтому предполагала, что это ее призвание. На телевидение Екатерина попала случайно узнала, что в Москве открылись курсы для работников радио и телевидения. Девушка не слишком была уверена в своих силах. Причиной для сомнений стала позиция институтских преподавателей, считавших, что на экране Катя выглядит слишком холодно. Позже строгий и недоступный внешний вид стал визитной карточкой телеведущей. Такой образ отлично подходил для новостной передачи, где нужно было сообщать не только о праздниках, но и о трагедиях. Екатерина все же начала учиться у Игоря Кириллова, мэтра советского телевещания. Андреева стала последней из российских телевизионщиков, кому посчастливилось попасть еще в старую традиционную дикторскую школу. Впервые на экранах Екатерина появилась в 1991 году. Сначала она работала в телекомпании Останкино, после этого поднимала настроение зрителям в передаче «Доброе утро». Начиная с 1995 лицо телеведущей появлялась на канале ОРТ. Екатерина вела новости и редактировала информационные программы, в том числе и передачу для автолюбителей большие гонки. На экранах она должна была появиться еще летом, но отказалась выходить в первый эфир с трагичной информацией о заложниках в Буденновске. В итоге дебют в новостной передаче отложили, но когда он состоялся, новая ведущая сразу завоевала любовь публики. Как позже вспоминала Андреева, перед первым эфиром у нее бешено билось сердце и она едва дышала, но понимала, что ничто не должно выводить из равновесия и мешать работать. Что касается усталости, то метод борьбы с ней прост, телеведущая ложится на ближайший диван и спит в течение 20 минут. С 1998 года Екатерина Андреева бессменная ведущая новостной программы «Время» на Первом канале. Фото знаменитости можно увидеть не только на заставке новостей, но и на постерах фильмов на счету Андреевой несколько работ в киноиндустрии. Первый проект с ее участием вышел в 1990 году и назывался «Неизвестные страницы из жизни разведчика». Через год ее пригласили сняться в ленте «Исчатье ада». А в 1999 фильмография Екатерины пополнилась главной ролью в кинофильме «В зеркале Венеры». В 2015 году появились слухи, что Екатерину Андрееву уволили с Первого канала. Телезрители отнеслись к этому по-разному. Одни переживали и ностальгировали, другие были уверены, что ведущие в возрасте уже пора уступать место молодым. Верные поклонники вспомнили, что новости об уходе телеведущей появляются регулярно и обычно совпадают с периодом отпуска их любимицы. Чуть позднее Екатерина дала интервью, в котором ни словом не обмолвилась о возможном увольнении. Новостные передачи, которые вела Андреева, она пересматривала только в начале карьеры. Сейчас, если и включает телевизор, то только ради документальных фильмов или National Geographic и Animal Planet. Сериалы в орбиту интересов попадают только те, что рекомендуют друзья, и то, если удобно по времени. В 2018 году Екатерине опять пришлось надевать броню после того, как ее списали со счетов. И все потому, что перед выборами президента России Первый канал опробовал новый формат выпуска новостей. Бессменная ведущая пропала с экранов передачи, транслируемой на европейскую часть страны. После десятилетнего перерыва в студию вернулся Кирилл Клеймёнов. Как пояснил руководитель дирекции информационных программ, он взял на себя риск отработки алгоритмов по переходу на новые стандарты. Команда Андреевой должна была вернуться, когда механизм будет отлажен. Уступив многочисленным фолловерам в Инстаграме, закидавшим свою любимицу вопросами, она сообщила, что Москва это еще не Россия, а новости с ее участием увидит от Волги до Енисея. Так что для жителей Дальнего Востока и Сибири ничего не изменилось. Для Андреевой слухи об очередном увольнении, по собственному признанию, каждый раз как попытка выбить из равновесия. Однако потеря работы ведущую не пугает. Придется уйти с телевидения, появится иное занятие, жизнь на этом не закончится. Вскоре Екатерина вернулась на привычное для миллионов телезрителей место. Она провела мастер-класс в высшей школе кино и телевидения Останкино, где дала начинающим журналистам советы из собственного опыта. В мае следующего года знаменитость стала героиней нового выпуска YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Вячеслава Манучарова. Лето 2020-го телеведущая, как и ее знаменитые коллеги, проводила в путешествиях по России. В конце июня она отправилась в любимый город Санкт-Петербург. Ей удалось насладиться красотами северной столицы Дворцовым мостом, Невой, Белыми ночами. В молодости у нее появились проблемы с фигурой на пятом курсе института. Девушка занималась написанием дипломной работы и практически не двигалась, но много ела. При росте 176 см Андреева поправилась до 80 кг. Чтобы сбросить лишний вес, Катя вновь взялась за спорт, посещала тренажерный зал и села на строгую диету. Тогда ей удалось сбросить 20 кг. Сейчас телезвезда с юмором вспоминает об этом и до сих пор считает физические нагрузки важной частью жизни, но уступающей по значимости семье и работе. Ушедшие килограммы больше не возвращались. Когда журналисты просят поделиться секретом молодости и вечной привлекательности, Екатерина говорит, что необходимо учитывать все, что попадает в желудок, и не переедать. Тогда и пластика не понадобится. Андреева не считает себя гурманом, изыскив пищи не играют для нее никакой роли. Рацион журналистки основан на правильных продуктах. Она не ест сахар, колбасы, консервы, торты, конфеты. Отказалась Екатерина и от многих напитков, среди которых молоко, сладкая газированная вода, кофе, алкоголь. Андреева предпочитает пить чистую воду и зеленый чай. В ее холодильнике есть фрукты, салаты, рыба, перепелиные яйца. На завтрак она предпочитает есть гречневую кашу, на обед курицу, а на ужин винегрет. Вопрос о возрасте Екатерины всегда волновал зрителей. В официальных источниках указывался 1961 год. Но, как оказалось, количество лет представительницы Первого канала несправедливо прибавляли. На самом деле она родилась в 1965 году. Личная жизнь Екатерины Андреевой это пример для подражания. Телеведущей удается одновременно быть деловым человеком, матерью и прекрасной женой. Она не скрывает, что во второй раз замуж вышла очень удачно и счастливо в браке. О первом муже Андрею Назарове, с которым училась в школе, Екатерина никогда не рассказывает. От этого брака у нее осталась дочь Наталья. В 1989 году судьба свела звезду Первого канала со вторым супругом Душаном Пировичем, сербом по национальности. Андреева рассказывала, что впервые мужчина увидел ее по телевизору и нашел через знакомых журналистов. Во время знакомства Душан едва знал 10 слов на русском языке. Пирович ухаживал за любимой женщиной три года, прежде чем пара сыграла свадьбу. Решение об этом легло, по сути, на плечи Наташи, если бы она не приняла отчима, Екатерина замуж бы не вышла. Душан, к счастью, легко расположил девочку к себе. Семейную жизнь супруги выстроили на компромиссах и договоренностях. Екатерина и Душан противоположности он спокойствие и порядок, она воплощение хаоса. Претензии муж начинает высказывать со слов «прости меня», но и после этого в глазах жены все воспринимается по-другому. Однако романтичность в отношения привносит Катя. Пирович, по ее словам, просто спрашивает, в чем нуждается любимая, и берется это исполнить. Общих детей в семье нет. Дочь Екатерины Андреевой получила диплом юриста в МГИМО, где и кем работает, неизвестно. О своей личной жизни ведущая честно рассказала в передаче «Наедине со всеми», где появилась не в привычном строгом костюме, а в ярко-алой куртке с блестками и рассказала факты о себе. Екатерина умеет чинить технику, занимается восточными единоборствами и увлекается советской историей. Так, телезрители с удивлением узнали, что холодная и неприступная ведущая на самом деле веселая и интересная женщина. Андреева призналась, что у нее две вредные привычки – любовь к сладкому и курение. Если без шоколада она обойтись может, то периодически бросать курить уже устало. Известно, что Екатерина отдает предпочтение сверхлегким сигаретам и заказывает их из Израиля. Любовь, поговаривают, законсервировала Екатерину, либо телезвезда спит в кислородной барокамере. А иначе как, думают окружающие, ей удается выглядеть ровесницей дочери, будь она без макияжа или в полной готовности. В аккаунте Инстаграма телеведущая часто публикует совместные фото, в комментариях, в котором поклонники называют мать и дочь не иначе как сестрами. У Екатерины обширный арсенал для поддержания тонуса, в который входит дыхательная гимнастика и тэйцизицуань, йога и бокс, занятия с тренером и пилатес. И главное не умывать. Завести личный блог в социальной сети телеведущую вынудили фейковые страницы, а поначалу тратить время на модное явление ведущей не хотелось. Заглянула, и оказалось, что от имени лица первого канала пишутся комментарии, которые ей не свойственны. А люди подумают, что это я настоящая. Катя создала пробную страницу, чтобы понаблюдать, заодно публиковала снимки и видео из туристических поездок. На последних даже удалось подзаработать продать записи интернет-изданиям. Открыв аккаунт под своим именем, знаменитость ликвидировала двойников. Андреева с мужем заядлые путешественники, не доехали только до Австралии, Новой Зеландии и Латинской Америки. И, конечно, не планируют отдых в регионах, охваченных военными конфликтами. Так как телеведущая по гороскопу стрелец, то ей свойственен эмоциональный и иногда физический риск. Екатерине довелось спасаться в Африке от взбесившегося слона, потом она чуть не погибла во время жесткой посадки на воздушном шаре. В Индии не побоялась взять в руки ядовитую змею. Однако любить путешествие от этого меньше она не стала. Екатерина признается, что обладает стальными нервами, чтобы обидеть ее надо постараться. Злые посылы рикошетят о мою защиту, идут обратно, а энергия, вместе с ними отправленная, остается, и мне хорошо. Андреевой все равно, что пишут в сети злопыхатели, а таковых немало. Одним не нравится макияж и прическа, которую, к слову, Екатерина делает сама. Зрители, подкованные в филологии, ругают звезду за неправильное ударение и интонацию. Телевизионщикам, по информации ряда СМИ, не дает покоя самое высокое среди коллег зарплата. Однако ситуация, что скажут люди ведущую, не волновала с трех лет. А обращать внимание на мнение тех, кого не видишь и не знаешь, и вовсе не стоит. Продолжение следует...